Здравствуйте, я Настрома 771. Сегодня 25 марта 2013 года я хотел бы приступить ко второму тесту, который будет включать в себя около 56 продуктов и одного продукта сборки, состоящего отдельно из файрвола и антивирусной защиты. В данном случае будет использоваться антивирус Avast Free и в качестве файрвол продукт Commoda. Данный тест планировалось проводить с 22 числа, тем не менее по ряду обстоятельств он был перенесен. Это было связано с тем, что я подготавливал свою машину для проведения данного теста. Принципиальным отличием от данного тестирования от предыдущего будет являться тот факт, что весь тест, а не только отдельные его компоненты будут проводиться на реальной тестовой машине. В данном случае это Windows 7 64 бита, 16 гигабайт оперативной памяти. Для того, чтобы выполнить задуманное, мне пришлось специальным образом расположить жесткие диски, отключить основные свои жесткие диски, оставить только специально установленную операционную систему, которая в данном случае будет тестовой. Чтобы имелось возможность сравнивать продукты более-менее в равноценных условиях, для данного теста используется программа архивации данных Paragon, при помощи которой будут делаться снимки системы после установки и обновления продуктов. Свободного места на жестких дисках у меня достаточно для того, чтобы уместились все снимки каждого продукта. В тесте будут использованы два топовых продукта. Это Norton 360 и Crystal Касперского. Три продукта корпоративного направления. С ManTech версии 12, корпоративный продукт Касперского. И Ford Client комплексный продукт. Добавлены дополнительно продукты, которые поддерживаются Windows 7, и которые не входили в предыдущий тест, это K7, Rising, RoboScan. Тестирование несколько расширено. Будет использоваться больше тестовых синтетических сканеров. А также было решено включить в тестирование проверку портов на наличие внешней уязвимости. Порядок тестирования остается прежним. Первым этапом будет процесс распаковки с флеш-носителя или из сети интернет, для кого это актуально. На рабочий стол в папочку файлов в количестве 8300. Это то количество объектов, которые особенно часто светились в сети в период с 22 января 2013 года по 24 марта 2013 года. Сутки я как бы дал продуктам для того, чтобы имелась возможность обновить базы и иметь возможность распознавать новые угрозы. Вирусные базы были тщательным образом отфильтрованы с тем, чтобы никаких двойных объектов в систему не проходило. Если раньше я позволял нескольким объектам существовать воедино, то теперь фильтрация настолько жестко не проводилась, то теперь фильтр по опасным объектам был достаточно жестким. Были оставлены только единично определяемые зловредные объекты. Несколько изменилась структура данного теста. Теперь все файлы будут изначально иметь расширение .exe запускаемое. То есть при распаковке сразу данные файлы антивирус либо сможет определить, либо не сможет. То есть задача для антивирусов несколько упрощается. Я не ставлю уже здесь целью определять неизвестные файлы с неизвестными расширениями. Это сделано ввиду того, что многие продукты не поддерживают данную защиту и направлены на обнаружение исполняемых файлов. И более того, можно говорить о том, что необходимость в тестировании на неизвестные расширения все-таки менее актуальна, нежели определение поступающих исполняемых объектов, которые действительно сразу могут нанести вред. После проверки с настройками на умолчание, настройки продуктов будут переведены в максимально возможный режим. При этом стоит учитывать, что глобальные видоизменения в структуре настроек каких-либо отдельных программ, отдельного определения, отдельных сетевых правил для файл делаться не будут. Будут использоваться максимальные настройки, которые продукт позволяет использовать при той степени логической необходимости, которая адекватна ситуации. После перевода настройок на максимальный режим повторно будет проводиться распознавание зловредных объектов. После чего мы перейдем к синтетическим тестам Firewall защиты при помощи отдельных специальных сайтов проактивной защиты, защиты реестра и защиты от фишинга при помощи сайтов FishTank. И последним этапом в проведении проверки будет запуск оставшихся нераспознанных объектов в реальной среде для проверки HIPS защиты, то есть проактивных технологий. Ввиду того, что некоторые продукты являются полностью облачными, они будут проверяться естественно в первую очередь. Однако стоит иметь в виду следующий момент. Я не буду отключать интернет для того, чтобы продукты имели возможность получать ту или иную облачную информацию от своих серверов. Будут блокироваться только обновления баз, где это соответственно возможно. Для того, чтобы более-менее все продукты были в равных условиях. Однако создать полностью равноценные, одинаковые условия для всех в любом случае не получится. Потому что стоит учитывать время, которое будет затрачено на создание каждого снимка системы. Тем не менее, даже в этих условиях можно при помощи сравнительного анализа выявлять определенные моменты в работе. Каждого из представленных защитных продуктов касается общих условий работы. Операционная система Windows 7 корпоративная, сервис пак 1. Оценка системы 5.9, индекс производительности реальной машины. Мы можем наблюдать процессор. Балловая структура каждого компонента. Используется процессор Intel Core 2 QAID Q9 550 283 на ядро, 4 ядра, 16 ГБ оперативная память, 64-разрядная операционная система. Демонстрирую диспетчеру устройств, чтобы подтвердить наличие реальной операционной системы, реальной машины. Три дисковых накопителя используются в данном случае, один основной. Один дисковый накопитель используется для хранения созданных отпечатков системы. И один носитель используется для сохранения видеозаписи. Для работы использовано два монитора. Отключено разрешение подключения удаленного помощника к данному компьютеру. Отключен контроль учетных записей. Система работает полностью в административном режиме. То есть разрешаются от имени администратора исполнение всех программ по умолчанию. Задача защитных компонентов осуществить в этих условиях максимальную защиту и показать себя. Соответственно, сразу поясняю для тех, кто не согласен с данным решением работать в административном режиме. Данная настройка является необходимостью, потому что в противном случае мы получаем результаты работы не защитного комплекса, а частично защитных компонентов самой операционной системы. Конечно, для пользователя в итоге это будет являться плюсом, но для выяснения качества работы самой программы данная настройка абсолютно необходима. Все обновления по настоящий момент, которые существуют, были выполнены и установлены. Также в настоящий момент работает обновленный интернет-эксплорер в версии 10. Для возможности проверки временных промежутков, которые понадобятся при проведении теста, на главной панели находится гаджет, который позволяет фиксировать, останавливать и продолжать учет времени до доли секунд. Проверка относительно затрат памяти и нагрузки на центральный процессор будет фиксироваться при помощи Commodore Kill Switch, так как я считаю данную программу максимально удобной для проведения подобных исследований. В качестве основных сканеров, которые будут помогать определять степень заражения системы, будут использоваться Hitman Pro, MCSoft Emergency Kit, Commodore Clean Essentials, а также еще дополнительно, в случае необходимости, я буду подключать Panda и Trend Micro. Перед проведением теста система была просканирована MCSoft Emergency Kit полностью, было обнаружено два объекта, которые принадлежат тестовым программам. Один из них имеет принадлежность PC Security Test, второй – Commodore Leak Test. Более никаких объектов в системе не обнаружено. Система была просканирована Hitman Pro 372 Build 190, был обнаружен один подозрительный файл, который является файлом драйвера звуковой карты Creative Audit 2 версии. Hitman считает данный файл подозрительным. Однако, все файлы драйверов, которые в данном случае используются в системе, были установлены и интегрированы самой операционной системой, за исключением тех драйверов, которые необходимо устанавливать совместно с материнской платой. Это основные драйвера, драйвера звуковой встроенной карты и драйвер сетевого адаптера. Все остальное было установлено автоматически, в том числе и данный драйвер на звуковую плату Creative. Для того, чтобы подтвердить зловредность файлов, которые действительно являются зловредными в архиве, выполняю распаковку файлов всего архива со зловредами. Здесь находится 8300 объектов. Сканер MCSoft Emergency Kit обнаружил 8307. Дело в том, что в некоторых паковках изначально находится сразу по два файла, разделить их невозможно, поэтому встречаются дубликаты. Но это очень редко. Все файлы заражены. После сканирования программы Hitman Pro, 8300 объектов, которые были представлены для работы, 76 из них Hitman Pro определяет как безопасные. По крайней мере, никак на них он не реагирует. Эти объекты здесь представлены. Один объект, 7954, Hitman Pro вообще проверить не способен. В процессе его проверки выпадает сообщение о зависании программы. Такое сообщение, что программа Hitman Pro прекращает свою деятельность. Проверенные 76 файлов Commodore Clinic Essentials, 70 объектов зловредных найдено из того списка, которые Hitman зловредными не считает. Причем все они высокого риска зловредности. Что же касается данного файла, который приводит в заблуждение Hitman, то он был проверен через вырез Total. Данный файл известен достаточно давно. В сети он появился вновь, он не новичок. Этот файл является трояном. 40 двигателей определяют его как зловредный объект. Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разные сканеры по-разному относятся к различным файлам. И тот сборник, который я предлагаю, положительных файлов внутри этого сборника нет. Что касается степени отрицательности, то здесь каждый подходит по-своему. Поэтому, если в ходе исследования несколько сканеров показывают, что файлы, которые на остатке находятся, являются чистыми, то значит, антивирус все-таки приложил усилия к тому, чтобы их очистить. Хотя, возможно, конечно, некоторые погрешности в этой области. Итак, все, что требовалось пояснить до проведения теста, я пояснил в той мере, насколько считаю это необходимым. Во всем остальном, данный тест будет совпадать с первым тестом, с которым вы уже имели возможность ознакомиться. Разница составляет только наличие полностью реальной рабочей машины и дополнительных отдельных тестов, которые должны дополнить тот процесс, который уже нами исследовался. Приступаем к установке защитных продуктов и их обновления. Первый продукт на установку – Avest Internet Security. Выполняется экспресс-установка с настройками по умолчанию. Отключается только дополнительная установка Google. Установка завершена. Перезагружаем компьютер. Система перезагружена. Программа установлена. Пробный период 29 дней нам дается на использование. Гаджет на рабочем столе. Переходим в обслуживание и выполняем обновление программы и сигнатурных записей. Выполняется проверка на возможность обновления самой программы. Текущая версия программы обновления не требует. Версия определений вирусов 1303.25-1. Информация о программе. 8.0.14.83 версия. Данные о версии определений вирусов и количество определений. 4.204.784. В настройки программы вносится единственное изменение. Это обновлять модули сканирования определений вирусов вручную. Программа спрашивать при появлении обновлений по умолчанию. Соответственно при этом безопасность требует внимания. В таком варианте будет сделан снимок всего жесткого диска с учетом установленного защитного программного обеспечения. Программа была установлена. Нам представлено 30 дней использования EVOS Free Antivirus. Переходим в обслуживание. Выполняем обновление программы. База данных была успешно обновлена. Версия 1303.25-1. Выполняем проверку обновления самой программы. Доступных новых обновлений версии программы нет. Информация о программе версии 8.0.14.83. Версия определений вирусов 1303.25-1. Количество определений 4.204.784. Переходим в настройки обновлений и отключаем обновление автоматическое определений вирусов. Соответственно программа переходит в режим предупреждения. Выполнена регистрация программы. Получено 365 дней для возможности ее использования. Возвращаемся в настройки и вновь меняем на обновление вручную. В таком виде сохраняем рабочую машину. Следующий продукт AVG Internet Security. Запускаем инсталлятор. Принимаем и устанавливаем в пробном варианте экспресс установка, которая рекомендуется, включая гаджет для рабочего стола. Использовать AVG Toolbar. Соглашаемся. Принимаем условия лицензионного соглашения на установку AVG Security Search в качестве поисковой службы, на установку в качестве моей домашней страницы. Соглашаемся со всеми дополнениями. Выполняется установка. Установка программы завершена. Для правильной работы продукта необходимо выполнить обновление и перезагрузить компьютер. Выполняем обновление. Обновление успешно завершено. Выполняем перезагрузку системы. Выполнена перезагрузка. Защита работает в полном режиме. Расписание проведения обновления программы отключено. Задача неактивна. Обновление самой программы и расписание выполнения обновлений антиспам работают по умолчанию. Соответственно программа предупреждает о неполной защите, так как не выполняются автоматические обновления. Смотрим информацию о программе. Версия продукта. Версия вирусной базы. Версия AVG 2013-032-67. Версия базы 31-60-6203. Версия линкскана 15-84. Панель 15-002. Версия антиспам 6-5-1. В таком варианте снимок системы. Следующий программный продукт это AVG Free Antivirus. Запускаем инсталлятор. Экспресс установка. По умолчанию. Соглашаемся и устанавливаем все дополнительные компоненты. Программа установлена. Выполняется обновление. Данные о программе. Продукт 2013-032-67. Версия вирусной базы 31-60-6203. Версия линкскана 15-84. Панель безопасности AVG 15-002. И антиспам в данной версии программы не доступен. Дополнительные параметры. Расписание обновлений определений. Отключено. Защита не является полной. Уведомляет нас программа. В таком варианте выполняется снимок системы. Следующий продукт Avera Internet Security. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся на быструю установку. Рекомендуемую. Соглашаемся. Принимаем условия. Установить Avera Toolbar. Рекомендуется. Устанавливаем. Выбираем функцию тестовой лицензии. Необходимо заполнить регистрационную форму. Выполняется непосредственно сама установка. Необходимо выполнить перезагрузку компьютера. Выполнена перезагрузка. Мы находимся в главной панели продукта. Необходимо выполнить обновление. Запускаем. Выполняется инициализация новых файлов. Файлы были успешно обновлены. Программа работает. Компьютер защищен. Справочная информация. Версия продукта 13.00.25.16. Версия ядра 8.02.12.18. Файл определения вирусов 7.11.66.246. В таком режиме выполняем снимок операционной системы. Следующая операционная система и продукт Avera Free Antivirus. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся с быстрой установкой и принимаем условия лицензионного соглашения. Продолжаем. Соглашаемся с установкой дополнительного защитного компонента. Тулба. Завершается процесс установки компонентов. Выполняется поиск и установка обновлений. Инициализация новых файлов. Сообщение о успешной установке продукта. Обновления выполнены. Смотрим справочную информацию. Версия 13.00.25.16. Ядро 8.02.12.18. Файл определения вирусов 7.11.66.246. Переходим в настройки программы. И так же как и версии Internet Security. В настройках переходим в экспертный режим. В обновлениях выставляем максимальное время обновления. Минимальное 6 часов. В Internet Security 15 минут. В таком варианте делаем снимок системы. Следующий продукт Bitdefender Internet Security. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся о отправлении анонимных отчетов об использовании. И соглашаемся с тем, что хотим настроить установку. А так же с лицензионным соглашением на продукт 2013. Каталог установки. Прокси мы не используем. Начинается процесс сканирования, загрузки и установки. Завершается процесс установки. Процесс установки закончен. Во время установки были просканированы определенные области памяти. И основные критические области системы. Зловредные программы обнаружены не были. Начинаем работу. Виджет у нас установлен. Включаем оценочную версию. Включаем по умолчанию режимы и автопилота игровой. Модуль антиспама включаем. Мы находимся в главном меню программы. Выполняется обновление. Обновления отключены. После их непосредственного выполнения. Информация о программе. Версия 2013, сборка 16.26.0.17.39. Вирусные сигнатуры 9.382.494. В таком варианте с отключенным автоматическим обновлением делается снимок системы. Следующий продукт. Bitdefender Free Antivirus. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся. Выбираем папочку установки. Начинается процесс установки продукта. Сканирование системы. Загрузка. И инсталляция. Установка завершена. Заканчиваем процесс. Появляется значок. Загружается пользовательский интерфейс. И выполняется обновление продукта в настоящее время. Закончен процесс обновления продукта. Смотрим логирование. Версия обновления 7.46.255. Сигнатуры обновления 9.382.494. Версия самой программы 1.0.14.889. Все защитные функции активны. В таком виде выполняется снимок системы. Следующий продукт G-Data Internet Security версии 2013. Запускаем инсталлятор. Принимаем соглашение. Соглашаемся на принятие участия. Полную версию. Включаем все компоненты. Отключаем ежечасную загрузку сигнатур обновлений. И устанавливаем продукт. Закончена установка. Выбираем пробную версию продукта. Вводим регистрационные данные. Для полной интеграции программы необходимо выполнить перезагрузку компьютера. Выполняем. После выполнения перезагрузки инициировано обновление антивирусных двигателей G-Data. Заканчивается процесс применения обновлений. Все двигатели обновлены. Белый список обновлен. Статус безопасности защищен. Лицензия 30 дней. Обновления отключены. Дополнительно смотрим обновление самой программы. Мы располагаем последней версией. Информация о программе. Версия 23.1.0.2. Проверяем настройки. В настройках отключено автоматическое обновление сигнатур. В таком виде выполняем снимок системы. Следующий продукт G-Data Internet Security версии 2014 года. Устанавливаем. Из представленных языков выбираем английский. Русской локации пока нет. Устанавливаем полную версию. В процессе установки необходимо выполнить перезагрузку компьютера. После выполнения перезагрузки необходимо обновить программу. Начинается процесс загрузки компонентов двигателя A и двигателя B. Обновления программного продукта выполнены. Происходит интеграция. Продукт находится в актуальном состоянии. Переходим в настройки и отключаем автоматическое обновление. Применяем данную настройку. Информация о продукте. Версия 24.0.1.1. Что касается версии самой программы, то у нас последняя версия и новых обновлений нет. В таком варианте выполняем снимок системы. Следующая операционная система и установленный продукт Zone Alarm Internet Security Suite. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся на быструю установку по умолчанию. Соглашаемся на установку зоны Alarm Toolba. Устанавливаем по умолчанию поиск в Internet Explorer зоны Alarm. Выполняется установка продукта. В процессе установки программа выполняет проверку бут секторов дисков и памяти на наличие вирусов. Установка закончена. Предлагается либо приобрести продукт, либо ввести лицензионный ключ, либо включить реальный период 30 дней. Мы его и включаем. Продукт запускается. Отключается возможность выполнения быстрых сканирований, которые запланированы в продукте. И отключается обновление антивирусных баз. Остается возможность проведения обновления самого продукта. Выполняем обновление. Очень быстро выполняется шкала обновления. При этом нам сообщают, что продукт обновлен. Однако никаких баз дополнительно не загружалось. Информация о продукте. Версия 11.0.0.0.0.0.57. Сигнатуры антивирусные. 109.7156.864. Давайте выполним перезагрузку и попробуем еще раз попытаться выполнить обновление. После выполнения перезагрузки, давайте попробуем выполнить обновление программы. Опять программа сообщает нам, что обновления все сделаны. Ну вот в чем, собственно говоря, вся загвоздка заключается. Программа не выполняет поиск обновлений, если вы отключаете автоматическую проверку и автоматическое обновление. Если данная функция выключается, то несмотря на то, что вы заставляете программу принудительно выполнить обновление, она этого делать не будет. Сейчас загружаются обновления, дождемся окончания процесса. После выполнения обновления самих сигнатурных баз, выполняется обновление продукта. И программа сообщает, что продукт находится обновленным по настоящее время. Давайте посмотрим информацию о программе. Версия 11.00.00.57 остается прежней. Версия антивирусных сигнатур 109.7156.864. Еще раз запускаем обновление. Обновления были выполнены. Проверяем версию программы. Версия не изменилась, как и антивирусная информация о сигнатурах. Давайте еще раз перезагрузим компьютер и посмотрим информацию. После выполнения перезагрузки программа вновь перед стартом предлагает приобрести продукт. Мы продолжаем использовать реальный период. Открываем программу и проверяем информацию. Но информация остается прежней. Еще раз обновляем продукт. Выполняется загрузка и инсталляция обновлений. И проверка самого продукта. Проверяем. Информация прежняя. Версия программы не изменилась. Версия антивирусных баз 109.715.6864. После неоднократных попыток обновить программу зоны АЛАМ Internet Security Suite, все-таки удалось добиться появления версии 111.531.22.88, что соответствует ее бесплатному аналогу. Версия антивирусных сигнатур. Версия самой программы остается неизменной. В таком варианте мы отключаем возможность выполнения обновлений автоматически и производим архивирование данной операционной системы. Следующая операционная система и продукт зоны АЛАМ. Бесплатный антивирус с фаерволл защитой. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся на быструю рекомендуемую установку. Включаем поисковый сервис Internet Explorer Zone АЛАМ. Выполняется установка продукта. Выполняется сканирование на наличие вирусов в системе. Установка закончена. Продукт запущен. Версия продукта 11.0.0.0.0.0.57. Антивирусная база данных нулевая. Выполняем принудительное обновление. Выполняется скачивание и последующая интеграция антивирусных и антиспайва баз. Обновление компонентов антивируса и антивирусных баз закончено. Смотрим информацию. Версия программы не изменилась. Версия антивирусных сигнатур 109.715.68.64. Выполняем перезагрузку компьютера. После выполнения перезагрузки выполняем еще одно обновление антивирусных баз и самой программы. Загрузка обновлений. Возможные обновления были выполнены и применены. Обновления продукта отсутствуют. Смотрим информацию о продукте. Антивирусные базы данных изменились. Если версия продукта остается прежняя, то версия антивирусных сигнатур 11.15.31.22.88. Переходим в настройки и отключаем постоянные обновления. Так же как сканирование и быстрое сканирование. Остается только обновление самой программы, если такое будет возможно. Выполняется снимок системы. Следующая операционная система и установленный продукт PC Tools Internet Security. Запускаем инсталлятор. Выбираем английский язык. На русский язык программа не переводилась. Выбираем установить значок на рабочий стол. Автоматически выполнить обновление. Начинается процесс распаковки и интеграции программы. Сразу после установки выполняется обновление антивирусных баз, которые занимают 114 МБ. Установка продукта и обновления закончены. Запускается программа. И сразу выполняется быстрое сканирование. Предлагается выполнить регистрацию. Сайт КомСС обладает лицензией на данную программу. Регистрируем. Программа успешно активирована. Все функции программы работают в режиме по умолчанию. Выполняется обновление. Новых обновлений нет. Информация о программе. Версия программы. Антивирусный двигатель 9102894. Антивирусная датабаза 6.21.080. Версия самой программы 9102900. В данном варианте программа работает в режиме компактных антивирусных баз. Все настройки, которые здесь сейчас присутствуют, сохраняются неизменными. За исключением того, что изменены настройки обновлений. Уведомлять меня, когда обновления имеются. В таком варианте, после проведения перезагрузки, программа и операционная система архивируются. Следующая копия операционной системы будет отличаться только тем, что вместо компактных баз, которые здесь представлены в режиме по умолчанию, мы выставляем полные базы. Применяем. И появляется уведомление о том, что нам необходимо выполнить обновление. Соглашаемся. Новая база содержит 214 мегабайт. Вместо имеющейся размером 114. Начинается процесс загрузки и последующей интеграции новых баз. Обновление завершено. Давайте посмотрим информацию. Информация о программе прежней. Версия программы 9.1.0.2.9.0.0. Антивирусная база данных 6.2.1.0.80. Номер остается прежним. В таком варианте выполняется архивация операционной системы. Следующая программа, которая идет на установку, это бесплатный вариант антивируса PC Tools. Запускаем инсталлятор. Английский язык. Рекомендуется установить расширенную защиту, что касается интернет секьюрити. И перечисляются те компоненты, которые добавляются в полной версии программы. Мы выбираем установку стандартного варианта защиты. Соглашаемся с лицензионным соглашением. И начинается процесс установки. Значок на рабочий стол. Автоматически выполнить обновление. Можно установить Google Chrome. Установка программы завершена. Стандартная защита находится в активном состоянии. Проверяем еще обновление, которое возможно присутствует. Есть небольшое обновление, соглашаемся и устанавливаем его. Переходим в установки программы. Переводим режим работы обновлений в предупреждение, если обновления появляются. Итак, выбран стандартный режим работы по умолчанию. Происходит обновление базы. Компактный вариант работы. Обновление выполнено. Защита стандартная включена. Версия программы 2012.91029.00. Версия сигнатур антивирусных 6.21.080. В таком варианте программа и операционная система архивируются. Следующая операционная машина отличается от предыдущей только тем, что в программу PC Tools for Antivirus добавляются базы не компактного содержания, а полного содержания. Применяем данный вариант настройки. Соглашаемся с проведением обновления. База содержит 214 хвостиком мегабайт. Выполняем загрузку обновлений и применение их. База обновлена. Проверяем информацию о программе. Версия программы не изменилась. 9.1.0.290.00. Версия антивирусных баз 6.2.1.0.80. Никаких дополнительных обновлений к программе нет. В таком варианте выполняется архивация программы и операционной системы. Операционная система и продукт Касперский Кристалл версии 3. Запускаем инсталлятор. Выполняем установку. Принимаем лицензионное соглашение. КСН. Проверка целостности. Совместимости. Несовместимое программное обеспечение. Поиск. И выполняется установка самой программы. Установка закончена. Запускаем продукт. Программа запускается. Нужно выбрать способ активации. Выбираем использование пробной версии. Активация успешно завершена. Мы находимся в главном меню продукта. Переходим к компонентам защиты и выполняем обновление. Пока выполняется обновление программы, переходим в настройки и меняем режим запуска с автоматического на ручной режим, чтобы контролировать этот процесс. Программа была обновлена. Сигнатура 8268733. Требуется перезагрузка для того, чтобы модули обновленные были интегрированы в систему, что мы и делаем. После выполнения перезагрузки смотрим информацию о программе. Версия Crystal 13-02-558-A. Компьютер защищен. Выполняем еще одно контрольное обновление. Контрольное обновление завершено. 8 269 606 объектов содержат базы. И информация о продукте остается прежней. В таком варианте выполняется архивирование операционной системы с установленным защитным продуктом. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт Касперский интернет секьюрити версии 13-01-41-90. Запускаем инсталлятор. Выбираем установку. Соглашаемся с лицензионным соглашением, с КСН. Проверяется целостность файлов, совместимость, обновление, поиск несовместимого программного обеспечения. И установка программы выполняется. Установка завершена. Запускаем программу. Программа стартует. Необходимо либо ввести номер коммерческой версии, либо активировать пробную версию, что мы и делаем. Активация успешно завершена. У нас имеется 30 дней для использования программы. Версия программы 13-01-41-90 версия F. Переходим к обновлениям и выполняем обновления. Пока выполняются обновления, переходим к настройкам. И меняем режим запуска обновлений на ручной режим. Вид. Анимация. Закончен процесс обновления. Сигнатуры 8 271 862. Выполняем перезагрузку программы, так как если были изменения, связанные с самой программой, они вступят в силу только после перезагрузки. После выполнения обновления версия программы 13-01-41-90 F. Выполняем еще одно обновление. Версии сигнатур остаются прежними 8 271 862. В таком варианте производится архивирование операционной системы и установленного продукта. Следующая операционная система и продукт Касперский Endpoint Security версии 10.1.0.867. Запускаем инсталлятор. Выполняется распаковка. Распаковка была выполнена на рабочий стол. Предлагается запустить файл Setup.exe. Запускаем. Принимаем лицензионное соглашение. Согласны участвовать в КСН. Можно выбрать базовую установку. Устанавливает базовые компоненты защиты с параметрами по умолчанию. Стандартная установка. И полная установка все компоненты программы с параметрами по умолчанию. Можно выборочную выставить. Здесь перечисляются все компоненты. Оставляем все компоненты активными. Соглашаемся с исключениями. Защитить процесс установки. Добавить путь в системную переменную. Рекомендуемые действия после установки программы. Добавляем. Закончен процесс установки. Предлагается выбрать вариант активации. Выбираем активировать пробную версию. Выберите подходящий вам вариант. Полная установка. 30 дней. Пробная лицензия на 10 компьютеров. Антивирусная защита. Контроль рабочего места. Шифрование данных. Запускаем программу. Сразу после установки автоматически выполняется обновление программы. Пока выполняется обновление. Переходим в настройки. Режим запуска переводим в ручной режим. Версия программы после установки 10.1.0.867. Обновления были выполнены. Все программные модули находятся в рабочем состоянии. И нам остается выполнить перезагрузку, чтобы какие-либо компоненты, если они пока еще не активны, стали активными. После выполнения перезагрузки программа стартовала. База содержит записи 11.968.474. Что касается версии программы, то она остается прежней 10.1.0.867. Тем не менее у нас пропали гаджеты и программа запрещает запуск этих компонентов. В таком варианте программа вместе с операционной системой архивируется. Следующая операционная система и продукт Нортон 360. Это топовый продукт компании. Смантак. Запускаем инсталлятор. Принимаем и соглашаемся с участием в Нортон Коммунит ВОЧ. Принимаем и устанавливаем. Осуществляется запуск продукта. Установка выполнена. Запускаем продукт в работу. Переходим в меню управления антивирусом, где отключаем возможность автоматического запуска импульсных обновлений и обновлений в принципе, чтобы иметь возможность запускать эту функцию вручную. Остается возможность работы с интеллектуальными описаниями, которая возможна по умолчанию. То есть в настоящий момент подключена функция интеллектуальных описаний. Выполняем загрузку обновлений. Выполняется установка. Повторное обновление загружает еще 87 МБ. Выполняется установка полученных обновлений в количестве 53. Все обновления применены. Новые обновления подключаются. Выполняем еще одно обновление. И больше обновлений не требуется. Тем не менее, ввиду того, что продукт вносил исправление в свою работу, необходимо выполнить перезагрузку компьютера. После выполнения перезагрузки, выполняем еще обновление. Идет обработка. Выполнено. И последнее обновление, если оно последним таковым будет. Обработка. Все. Больше обновлений не требуется. Проверяем версию программы. Версия программы Norton 360. 23.0.36. Автоматический запуск остановлен. Более никакие настройки не изменялись. В таком варианте выполняется сохранение операционной системы и установленного защитного продукта. Следующее сохранение операционной системы остается прежним продукт. Переходим в параметры защиты от вирусов и отключаем интеллектуальное описание. Переходим в процесс выполнения обновлений и получаем 184 с лишним мегабайта полных антивирусных баз. Остается дождаться их загрузку. Закончен процесс загрузки обновлений. Производится установка. Процесс закончен. Еще раз выполняем обновление. Обновлений более не требуется. Проверяем версию программы. Она не изменилась. 23.0.36. В параметрах также отключен автоматический запуск обновлений. В таком варианте программа и операционная система сохраняются как отдельный снимок. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт Norton Internet Security версии 23.0.36. Запускаем инсталлятор. Принимаем и устанавливаем условия лицензионного соглашения. Установка заканчивается. Запускается продукт. Выполняем вход в продукт. После установки программа предлагает 4 совета, как улучшить качество работы защиты. Добавить на другой компьютер. Поддержка бесплатна и доступна. Обеспечите большую степень защиты с помощью дополнительных функций. И требуется ввести лицензионный ключ. После выполнения всех действий, связанных с лицензированием, запускаем выполнение обновлений. Обновление 112 МБ загружается. В ходе выполнения обновления доступно исправление. Применяем его прямо сейчас. Применение исправления выполнено. Запускаем программу. Смотрим версию программы 23036. Еще раз выполняем обновление. Выполнено. И еще раз выполняем обновление. Более обновлений не требуется. Переходим в параметры. Параметры обновлений. Мы видим, что у нас включены интеллектуальные описания. Автоматический запуск обновлений выключаем. Применяем на постоянно. Остается возможность автоматической загрузки новой версии. В таком варианте выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного продукта. Переходим в настройки продукта. И следующая операционная система, которая будет использоваться, отличается от предыдущей только тем, что в параметрах обновлений мы убираем интеллектуальные описания и применяем. Обновления также автоматически отключены. Выполняем обновление программы. Обычные полные описания загружаются объемом 184 с лишним мегабайта. Обновление завершено. Еще раз запускаем. Выполнено. Еще раз запускаем. Более обновлений не требуется. Все возможные обновления применены. Версия программы остается прежней 23.0.36. Выполняем перезагрузку компьютера и сохраняем операционную систему и установленный защитный продукт. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт Symantec Endpoint Protection версия 12. Открываем установочный дистрибутив. Для рабочего места запускаем. Сетап. Версия для 64-битного рабочего места. Неуправляемый клиент. Выборочную. Выбираем установку. Смотрим, какие компоненты используются. Подключаем все компоненты, даже те, которые в настоящий момент не активны. Это сканер Outlook и сканер Notes. Включить автоматическую защиту. Да. Запустить обновление. Да. Выключить Windows Defender. Соглашаемся. Присоединиться к борьбе с киберпреступностью. Соглашаемся. Улучшить процесс установки. Соглашаемся. Начинается процесс распаковки и установки файлов программы. Заканчивается процесс инсталляции программы. И начинается автоматическое подключение обновлений. Обновления выполняются по определенной структуре, как сами компоненты программы, так и вирусные описания. Сейчас устанавливаются обновления компонентов. Обновления загружены, выполняется их обработка. Все обновления успешно установлены. Завершение. Сеанс обработки завершен. Открываем главное окно продукта. Требуется выполнить перезагрузку. Соглашаемся с данной процедурой и выполняем. После выполнения перезагрузки программа запускается без каких-либо предупреждений. Защита от вирусов программ-шпионов. Дата и номер. Превентивная защита, которая обновляется гораздо реже. Дата и номер. Защита от сетевых угроз. Дата и номер. Справочная информация о программе. Версия программы 12.1.20.15.20.15. Выполняем еще одно обновление. Процедура завершается. Новых обновлений нет. Автоматическое управление обновлениями отключено. В таком обновленном виде выполняем архивирование операционной системы и установленного защитного продукта. Следующая операционная система и устанавливаем продукт Amstrad Internet Security. Запускаем установочный дистрибутив. Версия 2013 года. Язык исполнения английский. Прежде чем можно будет перейти к настройкам продукта, необходимо выполнить его перезапуск. После выполнения перезагрузки компьютера продолжается процесс настройки комплекса. Предлагается либо ввести лицензионный ключ, информацию, либо установить продукт в триальном режиме на 30 дней, что мы и делаем. Предлагается выбрать режим работы фаервол защиты. Автоматический режим обучения, либо отключение фаервол защиты. Режим обучения. Это больше подходит для ручной настройки продукта, когда постепенно будут формироваться определенные правила. Автоматический изначально предлагаемый вариант подойдет для большинства пользователей, которым сложно принять решение о блокировке, либо разрешение того или иного трафика. Оставляем автоматический режим. Далее предлагается согласиться участвовать в определенной сети, которая позволяет своевременно анализировать и реагировать на новые риски для нашего компьютера. Соглашаемся. Все задачи выполнены. Нас благодарят за выполнение инсталляции. Продукт запускается. И начинается загрузка обновлений автоматически. 94 МБ. Обновление загруженной происходит процесс интеграции. Сразу после выполнения обновления был заблокирован процесс автоматического обновления продукта. В связи с чем нас предупреждают о определенных проблемах. Это нормальный процесс. Версия программы 6.1.36.16.328. Сразу хочу сказать, что последняя цифра 16.328 является и последней базой обновления программы. Выполняем еще одно контрольное обновление. Новых обновлений нет. В таком обновленном варианте выполняется процесс архивирования операционной системы и установленного защитного продукта. Следующая операционная система и установленный продукт Unshared Free Antivirus. Запускаем инсталлятор. 2013 года продукт. Английский язык. 32 МБ инсталлятор. Завершается процесс установки. Выставлена галочка «Запустить антивирус». Сразу запускается процесс обновления антивирусных баз. 94 МБ. После установки данный продукт не требует обязательной перезагрузки. Закончен процесс обновления продукта. Версия 6.1.36 базы 16.328. Отключаем автоматическое обновление. Появляется предупреждение. Компонентов Firewall защиты и дополнительно Roadwire отсутствуют. Проверяем еще раз наличие обновлений. Новых обновлений нет. В таком варианте программный продукт и операционная система архивируются. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт MCSoft Internet Security Pack. Запускаем инсталлятор. Русский язык. Соглашаемся с лицензионным соглашением. И устанавливаем продукт. Сначала устанавливается MCSoft Antimalva. Следующий этап это лицензирование. Либо мы соглашаемся на использование 30 дней бесплатно, либо ввести ключ имеющийся на данную продукт. Следующий шаг. Соглашение с присоединением к сообществу Antimalva. Установить дополнительные языковые пакеты, если необходимо. И устанавливать бета-обновления. Загружаются обновления программы. На данный момент объем обновлений составляет 96, практически 97 мегабайт. Завершается процесс загрузки обновлений. Следующий шаг. Очистка компьютера. Последний шаг. Это настройка защиты. Включение компонентов. Единственный компонент, который не выставлен. Включение. Расписание проверок. Оставляем все по умолчанию. Единственное, отключаем автоматически загружать и устанавливать обновления. Закрываем мастер. Следующий компонент, который интегрируется, это OnlineArmor. Следующий шаг. Это регистрация программы. Далее программа выполняет автоматически инициализацию и обновление. После выполнения всех действий, связанных с инициализацией программы, требуется выполнить перезагрузку. Что мы и делаем. После выполнения перезагрузки, OnlineArmor работает в режиме обучения, что займет несколько минут. Пока настраивается OnlineArmor, запускаем обновление. Антималва. Доступных обновлений нет. Версия программы 7.0.0.18. Двигатель MCSoft 3.0.569. Двигатель Bitdefender 11.0.1.6. Количество сигнатур 12.648.995. Дополнительно информация о программе. Теперь, что касается OnlineArmor. После установки программы, несмотря на то, что введенный ключ регистрации от премиум версии, работает в обычном режиме. Статус программы – обычный режим. Версия 6.0.0.17.36. Выполняем обновление. Обновления были загружены и установлены. В настройках программы переводится поиск обновлений в ручной режим. Бета-обновления не используются. В таком обновленном варианте осуществляется архивирование операционной системы с установленным программным продуктом. Следующая операционная система и инсталируемый продукт Vipro Internet Security. Запускаем инсталлятор. Бесплатное триальное использование. Соглашаемся. Выполняется загрузка и установка программного обеспечения. После выполнения интеграции до открытия самой программы, производится процесс быстрого сканирования процессов. Можно выполнить запуск программы. Для этого необходимо выполнить перезагрузку. Выполняем. Выполнена перезагрузка компьютера. Выполняется запуск нашего защитного модуля. Ошибка в настройках Firewall защиты. Отключено автоматическое обновление программы. Выполняется проверка обновлений сигнатур. Обновления выполнены. Номер последней сигнатурной базы 16.330. Версия программы 6.2.1.10. Новых обновлений программного обеспечения нет. После неоднократных попыток запустить Firewall продукта Vipro Internet Security, данная процедура не удавалась. В итоге запустить Firewall удалось только после того, когда через службы было принудительно выключено автоматическое определение включения-выключения Брандмауэра Windows. То есть служба была полностью принудительно отключена при запуске. Только после этого Firewall после перезагрузки Vipro Internet Security включился в работу. Если у кого-то имеются аналогичные проблемы с запуском Firewall защиты данного продукта, то рекомендую выполнить то же самое, что сделал в данном случае я. Однако, стоит не забывать тот момент, что после удаления продукта придется вручную запускать данную службу, так как она, возможно, не стартует автоматически. Потому что принудительное отключение через административные функции накладывает определенные обязанности на данную службу, связанные с тем, что она считается выключенной и ждет, когда пользователь принудительно ее запустит. В некоторых случаях программа способна стартовать сама, в некоторых случаях нет. В данном продукте был полностью выключен процесс обновления как самой программы, так и определений. Что касается информации о программе, то последняя версия обновления 16.332, версия программы 6.2.1.10, новых обновлений программы нет. В таком варианте, обновленном, выполняется снимок системы и установленного защитного продукта. Программа на инсталляцию DrWeb Security Space. Запускаем инсталлятор. Версия 8. Принимаем лицензионное соглашение. Устанавливаем BrandMower. Даем согласие на подключение к сервисам. Получить ключевой файл в процессе установки. Можно посмотреть параметры установки. Все ли продукты подключаются. Выставляем полный набор, путь установки, дополнительные опции. Обновления будут загружаться в процессе. Устанавливаем. После копирования всех необходимых файлов и получения ключевого файла, запускается процесс обновления. Установка завершена, необходимо выполнить перезагрузку компьютера, что мы и делаем. После выполнения перезагрузки компьютера, выполняем принудительное обновление программы. Выполнение обновлений не требуется. Смотрим информацию о программе. Версия 8. Номер версии 8.0.7.0.32.6.0. Записи в вирусных базах содержится 3 миллиона 775 тысяч 409. Переходим в настройки продукта, обновления, все компоненты, периодичность выставляем вручную. Все компоненты продукта, кроме автоматического обновления, работают по умолчанию. В таком варианте выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного продукта. Следующая операционная система и инсталируемый продукт TrustPod Internet Security версии 13. Запускаем инсталлятор. Русский язык. Приветствует мастер. Принимаем условия. Выбираем стандартную рекомендуемую установку. Начинается процесс распаковки и интеграции двигателей антивируса. После интеграции в систему выполняется процесс активации. Необходимо либо ввести код регистрационный, либо регистрация по имеющемуся лицензионному ключу, либо регистрация триальной версии. Выбираем триальную версию программы. Необходимо выполнить перезагрузку, что мы и делаем. После выполнения перезагрузки выполняем обновление. Сначала описание вирусов. Нас предупреждают, что мы работаем в триальном режиме. Обновления уже были выполнены. Никаких новых обновлений нет. И проверяем обновление программы. Новых обновлений программы TrustPod нет. Все компоненты активны. Информация. Версия программы 13.09.5102. Сигнатуры по состоянию на сегодняшнюю дату. В настройках программы после проведенного обновления снимается галочка разрешения обновления ядер. То есть обновление программы в автоматическом режиме производиться не будет. В таком состоянии операционная система с установленным продуктом архивируется. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт McAfee Internet Security. Запускаем инсталлятор, полученный с сайта производителя. Перед тем, как перейти к процессу инсталляции, программа просит ввести email адрес и пароль, который получается при создании аккаунта на сайте производителя и получении реального периода использования программы. После правильного указания email адреса и пароля, полученного при регистрации аккаунта, программа предлагает вариант инсталляции, либо в ручном режиме, либо в рекомендуемом уже в готовом полном режиме. Выбираем рекомендуемый полный режим инсталляции. Программа начинает загрузку информации и инсталляцию компонентов. Общий объем установочного комплекта 144, практически 145 мегабайт. Завершается процесс загрузки программы. Остается дождаться самой инсталляции. По завершении установки появляется сообщение о сборе анонимной информации для McAfee. Либо мы с этим соглашаемся, либо продолжаем, снимая галочку, устанавливать компоненты программы. Завершается процесс. Открываем главное окно программы. Наш компьютер защищен, действий не требуется. Обновление. Проверить наличие обновлений. Выполняется проверка. Загрузка и последующая установка. Программы все обновлены. Никаких дополнительных установок не требуется. Следующая проверка запланирована на конкретное время. Переходим к настройкам обновления. Можно автоматически загружать и устанавливать. Загружать обновление и показывать уведомление перед установкой. Уведомлять, когда доступное обновление. Переводим в этот режим работы. Чтобы программа не смогла самостоятельно загружать обновление до принятия нами конкретного решения. В панели управления выключаем автоматическое обновление. Соответственно появляется предупреждение о том, что мы подвергаемся риску. Автоматическое обновление выключено. Информация о программе версия продукта 16.1.144, версии ядра, сайт адвайза, антиспам и прочие компоненты с указанием номера и последнего обновления. Все обновления выполнены на текущий момент. В таком варианте выполняется архивация операционной системы и установленного защитного продукта. Следующий программный продукт на инсталляцию Panda Internet Security 2013. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся и устанавливаем. Язык русский. Путь установки. Загрузка необходимых файлов. После выполнения установки требуется выполнить перезагрузку компьютера. Что мы и делаем. После выполнения перезагрузки и ввода регистрационных данных, а также заполнения странички активации, которая позволяет получить дополнительные возможности, открываем мастер проведения обновлений, которые можно настроить. Включить автоматическое обновление. Галочку сразу снимаем. Выполняем обновление немедленно. Выполняется процесс поиска файла сигнатур вредоносных программ. Загрузка данных. Выполняется реконструкция. Информация о версии программы Panda Internet Security 2013-18-0101. Еще раз выполняем принудительное обновление программы и сигнатур. Выполнено обновление. Новые обновления недоступны. Все имеющиеся обновления программы, а также сигнатур выполнены. Остается выполнить архивацию программы и операционной системы. Следующая операционная система и программный продукт Word Client версии 4.2.7.0.3.0.2 для 64-битных систем. Запускаем инсталлятор. Выбираем бесплатную лицензию. Принимаем условия соглашения. Выбираем полную установку. Инсталлятор проведет углубленную оптимизацию. Это добавит несколько минут к общему времени установки, но улучшит производительность. Не будем выставлять данный компонент. Программа установится в стандартном варианте. Word Client and Point Security выполняет установку и интеграцию драйверов. Установка программы завершена. Появляется значок и запускается главное меню. Версия 4.2.7.302. Бесплатная. Переходим к обновлениям. Антивирусные базы устарели. Выполняем поиск и установку обновлений. Заканчивается процесс получения и применения обновлений. Версия программы была обновлена до версии 4.2.8.307. Обновление сигнатур 17.369. Сигнатура шпионских программ 1.532. Двигатель антивируса 5.0.43. Двигатель антишпиона 1.0.21. Все обновления выполнены. В данной программе, так как она является бесплатной версией, обновления производятся раз в сутки. Тем не менее, запланированные ежедневные обновления отключаются, и в случае получения каких-либо обновлений по данной программе будет появляться соответствующее уведомление. Последнее уведомление после выполнения обновлений версии. Сейчас мы дождемся его окончания, после чего обновления более не будут выполняться. Версия сигнатур перед выполнением архивирования 17.370. На этом программа вместе с операционной системой архивируется. Следующая операционная система и продукт FortClean для Windows, антивирусный модуль версии 5.0.1.194. Запускаем инсталлятор. Выполняется загрузка программного обеспечения. Запускается программа инсталляции. Мы должны согласиться и прочитать лицензионное соглашение. И продолжить установку. Выбор папки инсталляции. И процесс инсталляции непосредственно. Удаление временных файлов. Установка продукта завершается. Появляется значок в трее. Запускаем программу. Защита включена. Сканирование включено. Выполняем обновления программы и сигнатур. Выполнены все обновления. Антивирусная версия 5.0.43. Антирутки 2.0.26. Сигнатуры антивирусные 17.370. 17.367 расширенные. Антирутки 1.0. И так далее. Версия самой программы 5.0.1.194 без изменения. В таком обновленном варианте производится архивирование самой операционной системы и установленного защитного процесса. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт Коммода Интернет Секьюрити версия ПРО. Запускаем инсталлятор. Русский язык. Дополнительная безопасность Коммода Секьюр ДНС Сервис. По умолчанию галочка не выставлена, потому что не у всех данная процедура пройдет гладко. Поэтому я выставлять переход на ДНС сервера не буду. Конечно, использование ДНС серверов позволяет избежать ряда мошеннических сайтов, которые проверяются компанией. Тем не менее, многие провайдеры при подключении данной услуги могут заблокировать выход в сеть интернет. Поэтому прежде чем использовать данный сервис, надо проконсультироваться со своим провайдером. Облачный анализ поведения приложений оставляем. Яхо сделать домашней страницей поисковой я тоже не буду. Настройки. Я не устанавливаю GeekBuddy. Оставляем использование Dragon Web Browser, потому что именно с этим браузером связано поведение некоторых программ, работающих в киоске. По умолчанию выставлена галочка, если возможно не показывать оповещение, требующее от пользователя принятия решений по безопасности. Так как эта функция уже выставлена, я ее оставляю. Расположение файлов по умолчанию. Выполняем установку. После установки инсталлятора браузера включается мастер установки коммода интернет секьюрити. Завершен процесс инсталляции. Мы видим появление на экране виджета программы, а также включение автоматического сканирования, для чего загружаются базы сигнатур. Выполняется обработка, указываются проценты. Для того, чтобы программа работала адекватно и правильно, необходимо выполнить перезагрузку компьютера, что мы сейчас и делаем. Выполнена перезагрузка компьютера. В связи с тем, что изначально антивирусное сканирование не проводилось, мы видим оранжевый предупредительный цвет главного окна. Выполняем еще раз обновление, для того, чтобы все сигнатуры были в актуальном состоянии. Программа сообщает, что проверка наличия обновлений баз сигнатур, последняя версия. Проверка наличия обновлений программы, последняя версия. Все версии актуальны. Смотрим информацию о программе. Версия программы 6.0.26.47.10.27.08. Версия антивирусной базы 157.23. Переходим в настройки программы, настройки обновлений и отключаем автоматически проверять наличие обновлений, для того, чтобы программа не смогла автоматически выполнить обновление. Конфигурация программы по умолчанию. В настройках антивируса имеются исключенные пути корзина и путь к основной работающей папке коммода интернет-секьюрити. Исключенных приложений нет. Выполнены все возможные обновления и программы, и сигнатур. В таком виде выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного продукта. Следующая операционная система и программный продукт Escon Internet Security. Запускаем инсталлятор «Русский язык». Приветствует мастер. Принимаем условия лицензионного соглашения. Версия продукта 14.0.14.00.13.64. Папка «Инсталляция», «Место». Начинается процесс установки и интеграции. Запрос. Если у вас в системе установлено любое другое антивирусное приложение, оборудование мы рекомендуем удалить их перед установкой Escon. Соглашаемся, что у нас ничего нет. Заканчивается процесс установки программы. Значок продукта. Запускаем главную панель. Выбираем функцию «Обновить». 5 марта последний раз было выполнено обновление. Выполняем обновление немедленно. Программы и базы антиспам были обновлены. Антивирусные базы 100%, антиспам 100%. Все файлы, которые требовали обновления, присутствуют здесь. Все базы обновлены, новых обновлений нет. Информация о версии программы 14.0.14.00.13.64. В таком виде выполняем архивацию программного продукта защитного и операционной системы. Следующая операционная система и защитный продукт Outpost Security Suite версии 8. Запускаем инсталлятор, русский, соглашаемся, лицензионное соглашение, принимаем, обычная установка, создание точки восстановления. После самой установки начинается автоматическая настройка и загрузка последних обновлений программы. Загружаются базы сигнатур вирусов. Обновления завершены, нажимаем готово, регистрация компонентов и предупреждение о том, что для того, чтобы программа приступила к нормальной работе, необходимо выполнить перезагрузку, что мы и делаем. После выполнения перезагрузки требуется ввести ключ регистрации, либо продолжить реальный режим. Вводим ключ и переходим в главное меню программы. Компьютер находится под защитой. Переходим в обновление. База сигнатур вредоносного программного обеспечения не требует обновления. Выполняем принудительное обновление. База сигнатур вредоносного ПО не требует выполнения обновлений. Версия продукта 8.0.4164.639.18.56 Последнее обновление. База сигнатур 11.201.851. В программе переходим в общие настройки, где рассматриваются параметры обновлений. Указано ежечасное обновление. Переводим на ручной режим. Все остальные настройки остаются на умолчании. В таком виде программа и операционная система архивируются. Следующая операционная система и установленный продукт Noman Security Suite. Запускаем инсталлятор. Английский язык. Запускается мастер инсталляции. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Продолжаем установку. Выбираем полную установку. И запускаем процесс инсталляции. Установка заканчивается. Выполнена интеграция. Программа просит выполнить рестарт системы. Что мы и делаем. После перезапуска система предупреждает нас о том, что необходимо выполнить обновление. Выполняется обновление продукта. Обновление программы завершено. Мы видим, что продукт перешел в режим полной защищенности. Переходим в настройки. Предварительно еще раз проверяем обновление. Более новых обновлений нет. Переводим процесс обновления программы в ручной режим. Можно выбрать из списка. Мы ставим ручной. Соответственно получаем предупреждение. Версия программы 10.0.0. Все компоненты соответствуют последним обновлениям. Еще раз проверяем в ручном режиме наличие обновлений. Нет новых обновлений. В таком варианте программа архивируется совместно с операционной системой. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт ESSETNOT Smart Security версии 6. Запускаем инсталлятор. Версия продукта на инсталляцию 6.0.314.2. Принимаем лицензионное соглашение. Обычная рекомендуемая установка. Согласен принимать участие в ESSET Live Grid. Выбираем параметр «Включить обнаружение потенциально нежелательных приложений». Приступаем к установке. Завершается процесс интеграции. Продукт запускается. Необходимо указать лицензию, имя и пароль. Либо активировать пробную лицензию. Активируем пробную лицензию. Для этого необходимо указать адрес электронной почты и подтвердить. Активация успешно выполнена. Выполняется автоматическое обновление базы данных сигнатур. База данных сигнатур обновлена успешно. Версия 8.1.69. Проверяем наличие обновлений самой программы. Программа 6.0.314.2 актуальна. Еще раз выполняем проверку обновлений. Новых обновлений более нет. Переходим в раздел служебной программы. В планировщик и отключаем регулярное автоматическое обновление. Получаем уведомление о опасности. И выполняем еще раз обновление программы. В ручном режиме. Обновлений более нет. Информация о программе ESET Smart Security версии 6.0.314.2. В таком варианте программа вместе с операционной системой архивируется. Следующая операционная система и устанавливаемый программный продукт BullGuard Internet Security. Запускаем инсталлятор Internet Security 2013. Принимаем лицензионное соглашение. Соглашаемся. Начинается процесс установки компонентов. Устанавливаются компоненты антивируса. В процессе интеграции происходит скачивание обновлений. После установки всех обновлений программа требует выполнить перезагрузку компьютера, что мы и делаем. После выполнения перезагрузки программная версия 13.0.257. Проверяем наличие новых обновлений. У нас установлены самые последние обновления, новых обновлений нет. Переходим в настройки программы. Нас интересуют настройки обновления. Каждые 2 часа. Отключаем возможность выполнения автоматических обновлений. Сохраняем настройку. Таким образом, в настоящий момент программа не будет выполнять автоматические обновления, о чем нас предупреждает статус. Автоматические обновления отключены. Игнорируем данные сообщения. Мы знаем, что сами отключили данную возможность. В таком варианте происходит архивирование операций установленного программного продукта. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт Trend Micro Titanium Internet Security. Запускаем инсталлятор. Выполняется загрузка и установка программного продукта. Выбираем использование пробной версии. Соглашаемся передавать информацию об угрозах в Trend Micro. Принимаем лицензионное соглашение и устанавливаем. Заканчивается процесс установки программы. Введите ваш электронный адрес. Для получения последних новостей и предложений. Мы этого делать не будем. Получаем сообщение о том, что наша цифровая жизнь защищена. Испытайте бесплатную пробную версию. Открывается главное меню. Открываем сведения о программе. И выполняем загрузку обновлений. Установка обновлений. Программа выполняет процесс перезагрузки. Выгружается полностью из системы. Загружается. После выполнения рестарта программа сообщает, что больше новых обновлений нет. Версия программы 6.0.12.15. Дополнительный код версии. Менеджер хранилища. Менеджер обновлений. Конструктор и так далее. Здесь перечисляются все компоненты, из которых состоит данная программа. Базы данных. Базы данных совместного обнаружения. 10.900. Локальная база данных исключений сканирования. Здесь очень много различных подразделов баз, из которых состоит структура самой программы. Отключается возможность выполнения сканирования по расписанию. Включается отображение панели инструментов Trend Micro Toolbar. Выполняется активация Firewall Booster для Брандмауэра Windows. Выполняется архивирование установленного программного продукта и операционной системы. Следующая операционная система и устанавливаемые продукты F-Secure Internet Security. Запускаем инсталлятор «Русский язык». Условия лицензионного соглашения. Читаем. Принимаем. Начинается подготовка к установке. Загрузка файлов. Выполняется подключение к сервису активаций. Автоматическая установка. 31 день F-Secure Internet Security. Ознакомительная версия. Соглашаемся. Сеть защиты в реальном времени. Начинается обнаружение конфликтующего программного обеспечения. Далее проверка наличия в компьютере вредоносного программного обеспечения. После чего начинается загрузка и установка общих защитных компонентов. Установка выполнена успешно. Благодаря от нас за выбор продукта. Информация о установленном продукте F-Secure 1.77-билд-243. Выполняем загрузку и проверку обновлений. Проверка обновлений выполнена успешно. Программа не требует обновления. Версия модуля Computer Security 12.77-билд-100. Антивирус 10.00-билд 19.0.10. Необходимо выполнить перезагрузку компьютера. Выполняем. Была выполнена последняя проверка на обновление программы после перезагрузки. Выполняем еще раз проверку. Обновления не требуются. Исходя из того, что проверка на наличие обновлений и их интеграция прошли неудачно, выполняем загрузку принудительно обновлений еще раз через общий центр. После выполнения обновления вирусных баз появляется информация в соответствующей графе антивируса. Базы актуальны по 26.03.2013 года. В таком варианте продукт и операционная система архивируется. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт QuickHell Internet Security. Запускаем установщик. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Продолжаем. Соглашаемся с размещением файлов защиты. Начинается процесс инсталляции. После установки и активации пробной версии продукта необходимо выполнить обновление. Запускаем мастер обновлений. Выполняется применение обновлений. Все компоненты обновлены и система работает в правильном режиме. Версия программы 14.007.004. Версия программы не изменилась. В настройках программы отключается проведение автоматических обновлений. После отключения автоматических обновлений программа предупреждает о опасности. В таком варианте данная защитная программа и операционная система архивируются. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт K7. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся с установкой и лицензионным соглашением, которое здесь представлено, программа на английском языке и лицензионные соглашения соответственно. Установка оболочки выполняется очень быстро. Теперь необходимо прочитать предупредительное сообщение, где говорится о том, что мы подвергаемся опасности, так как необходимо выполнить обновление. Для этого предлагается пройти процедуру активации. Была выполнена временная активация демонстрационного периода до 27 апреля 2013 года. Выполняется процесс обновления. Процесс обновления закончен. Базы активны по настоящее время. Определение вирусов 9.164.84.43 в версии 13.1.0.1.88. Выполняем еще один процесс обновления. Все компоненты и файлы продукта обновлены. Нет новых обновлений на сайте производителя. Можно выполнить конфигурацию обновлений. Автоматически проверять обновление. Отключаем. В таком обновленном состоянии выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного продукта. Следующая операционная система и защитный продукт Panda Cloud Antivirus Free. Запускаем инсталлятор. Русский язык. Путь установки. Лицензионные соглашения, которые можно прочитать и посмотреть отдельно на русском языке. Установить Panda Security Toolbar. Защита от вредоносных веб-сайтов. Поисковик отключаем. Установить по умолчанию My Start в качестве моей домашней страницы. Убираем. Соглашаемся и устанавливаем продукт. Установка завершена. Запускаем главное меню. Информация о продукте Panda Cloud Antivirus версии 2.1.1. Бесплатная версия 2013 года. Так как данный продукт является полностью облачным, то соответственно никаких обновлений произвести мы антивирусных баз не сможем. Была выполнена перезагрузка, после чего был введен лицензионный ключ на использование Panda Cloud Antivirus версии профессиональной. В данной версии помимо имеющихся защитных компонентов добавляется использование собственного Бранд Мауэра. Продукт полностью в рабочем состоянии. Выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного программного продукта. Следующая операционная система и устанавливаем продукт WebRoot CQNV Antivirus. Запускаем инсталлятор. Выбираем русский язык, который присутствует. Начинается процесс установки. Программа поддерживает количество защищаемых устройств 3. Готовый к установке принимаем, устанавливаем. Можно посмотреть расширенные параметры. Куда входит путь установки программы, создать ярлык на рабочем столе и изменение наименования основного работающего файла, чтобы вирусы не могли изменить и определить, какой антивирус работает в системе. Выполняется установка. Необходимо ввести адрес электронной почты. Выполняется установка программы. Проверка совместимости. Поиск руткитов. Установка всех модулей, оптимизация производительности, анализ установленных приложений, сетевые подключения, сопоставления, определение базовых показателей. Ежедневная проверка запланирована. Программный продукт полностью интегрирован. Подписка активирована. В программе принудительно отключается выполнение постоянных проверок запланированных. Обновить программу нам не представится возможным, так как программа является облачным продуктом. В данном случае используется WebRose Secure NLV Antivirus, который по своим функциям полностью соответствует полнофункциональному продукту класса Internet Security. Разница между официально названным Internet Security является присутствие подключаемых мобильных устройств и защита паролей с шифрованием. Это все, чем отличается данный продукт от Internet Security+. В версии Complete также добавляются дополнительные возможности настройки конфигурирования операционной системы и архивирования данных. Что касается версии программы. Версия программы 8.02.127 была обновлена с версии 8.02.118 буквально в процессе установки программы. Данное обновление поступило буквально несколько часов назад. При попытке выполнить обновление программы, получаем сообщение, что в настоящий момент используется последняя версия. Данная версия автоматически обновляет программное обеспечение и больше не загружает определения угроз. Защита от угроз работает в облаке и всегда находится в актуальном состоянии. В таком варианте выполняется архивирование операционной системы и установленного продукта. Следующая операционная система и облачный продукт AlamV3 Internet Security. Запускаем инсталлятор. Версия 8. Продолжаем инсталляцию. Лицензионные соглашения. Ознакомливаемся. И продолжаем. Соглашаемся. Необходимо ввести лицензионные данные. Если мы не вводим данные серийного номера, то в таком случае продукт инсталлируется в режиме триального периода. Соглашаемся на использование триального периода. Предлагается выбрать дополнительные компоненты, которыми является Unlab Personal Firewall. Необходимо 261,1 МБ свободного дискового пространства. Путь установки. Инсталлируем. Инсталляция завершена. Появляется значок. Запускаем. Главное меню продукта. Выполняем обновление. Выполняется загрузка обновленных компонентов. После загрузки происходит процесс инициализации в систему. Продукт перезагружается. Обновление продукта выполнено. Информация о продукте. Версия 8.0.7.5. Билд 13.73. Версия обновления из П4. Последние версии компонентов. Еще раз выполняем процесс обновления. Все программные компоненты обновлены и не нуждаются в обновлении. Переходим в меню настроек. Отключаем автоматическое обновление. В таком варианте производится процесс архивации операционной системы и установленного продукта. Следующая операционная система и программный продукт. Rising Internet Security. Запускаем инсталлятор. Инсталлятор на русском языке. Но сама программа представлена на двух языках. Китайском и английском. Оставляем английскую версию. Продолжаем. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Выбираем полную установку. Представлены основные компоненты. Active Defense. Компонент отсутствует. Стандартная инсталляция. Полная установка. Либо минимальная установка. Три варианта. Полная установка. Насколько я наблюдаю, практически ничем не отличается от стандартной. Active Defense, видимо, в данной версии отсутствует. Защита продукта базируется на Rising Cloud Security версии 3.0. Это, опять же, облачный продукт представлен нам. Продолжаем установку. Необходимо выбрать, куда будет устанавливаться продукт. Соглашаемся с имеющимся вариантом. И начинается сама установка. Версия 23.0.0.83.56. Обновление, имеющееся в инсталляторе, на 11 марта 2013. Далее установка завершается. Необходимо выбрать режим работы продукта. Оставляем генеральные настройки по умолчанию. И работающую модификацию Smart Mode. Все то, что предлагает нам производитель. Открывается главное меню программы. Здесь можно менять внешний вид. Выполняем проверку обновлений. Найдена новая версия 23.0.0.84.88. Продукт выгружается из системы для того, чтобы обновиться. Версия программы 23.0.0.84.88. Последняя. Выполняем еще одну проверку на наличие обновлений. Мы используем последнюю версию программного продукта. Включаем систему автоматической проверки качества защиты Defense. И включаем защиту директорий. Были выполнены все автоматические настройки, какие необходимы. И статус программы был переведен в максимальный режим защиты. Версия программы 23.0.0.84.88. Последние обновления выполнены 26.0.03.2013. Rising Information Technology. В таком варианте выполняем архивацию операционной системы и установленного программного продукта. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт RoboScan Internet Security Free. Запускаем инсталлятор. Нас приветствует установочный мастер. Соглашаемся с лицензионным текстом соглашения. RoboScan использует два антивирусных двигателя Bitdefender и собственный RoboScan. Необходимо 219.2 МБ свободного дискового пространства. Выбираем директорию. Иконка на рабочий стол. Иконка быстрого запуска. И в старт меню. Проверяются все параметры установщика и начинается инсталляция. Помимо двигателей, которые отвечают за качество определения, данный продукт имеет также собственную систему определения ложных срабатываний, которая позволяет избежать отнесения тех или иных файлов в категории зловредных ошибочно. Информация. Продолжаем. Продолжаем. Загрузка продукта версии 2.5. Продукт стартует. Выполняем обновление программы. Начинается процесс загрузки и интеграции. Обновления продукта закончены. Выполняем еще одно контрольное обновление. Все обновления выполнены. Никаких новых версий нет. Переходим к системной информации. Версия программного продукта 2.5.0.18. Версия двигателя Arabascan Terra 12.3.21. Версия баз данных 48.5.1.61. Двигатель Bitdefender 7.46.278. Версия базы 9.386.242. Выполняем перезагрузку компьютера. Выполнена перезагрузка. Все компоненты подключены. Обновление выполнено. Версия 2.5.0.18. Версия двигателя Arabascan Terra. Версия двигателя Bitdefender. И версии баз данных. Защита в реальном времени работает. Firewall защита функционирует. Переходим в режим настройки обновлений. Автоматические обновления отключаются. Переходим в ручной режим работы. Как обновление самой программы, так и обновление защиты. Выполняется процесс архивации данного продукта и операционной системы. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт. ECAMA Internet Security. Запускаем инсталлятор. Загружается инсталлятор. Нас просят либо ввести лицензионный ключ, либо продолжить установку в демо режиме. Выбираем демонстрационный режим. И нас интересует Internet Security. Принимаем лицензионное соглашение. Выбираем рекомендуемый режим установки полный. И начинается непосредственно сама установка. Инсталляция завершается. Запускаем меню продукта. Переходим в настройки. Запускаем немедленное обновление. Программа выгружается для того, чтобы применить полученные файлы обновлений. Выполнены все обновления программы, новых обновлений нет. Выполняем перезагрузку программы. После выполнения перезагрузки настройки программы остаются работать в режиме по умолчанию. Что касается настроек обновления, то системой не предусматривается отключение как такового автоматического обновления. Поэтому режим работы переводится на локальное обновление, которого естественно у нас здесь нет. Но тем не менее программа не сможет получить обновления из сети. Таким образом мы оставляем программу с теми обновлениями, которые были получены непосредственно сейчас. Выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного программного обеспечения. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт Twitter Antivirus версии 8. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Путь установки 318 мегабайт дискового пространства. Начинается распаковка файлов. Распаковка закончена. Включаем антивирус. Для того, чтобы выполнять работу с продуктом, необходимо ответить на определенные вопросы. Устанавливали ли вы ранее антивирусные продукты и работали ли вы с ними? Работали. Какие понятия вам знакомы? Я выбираю все понятия, но каждый пользователь выбирает тот комплект, который ему известен. Соглашаемся на использование EvoNet. Выбираем стиль работы продукта. Есть продукт в анимационном варианте, в упрощенном анимационном варианте и в классическом варианте. Активируем триальный период. Выполняем обновление продукта. В процессе установки программе не понравился один из ключей реестра Windows. Не знаю, с чем это связано, но он был заблокирован. Посмотрим, как это отразится на общей работе операционной системы. Обновления установлены. Программа просит выполнить рестарт компьютера, что мы и делаем. После выполнения перезагрузки выполняем еще одно обновление программы. Новых версий программного продукта нет. В настройках продукта отключается автоматическое обновление. Информация о программе Twister Antivirus версии 8.1.6.67.42. В таком виде выполняем архивирование программного продукта и операционной системы. Следующая операционная система и установленный продукт Zelia Internet Security. Запускаем инсталлятор. Мастер установки версии 1.1.34.34.0. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Подтверждаем, что у нас не установлены другие антивирусные продукты. Участвуем в проекте и получаем новости. Заполняем всю форму. Продолжаем типичную установку продукта. Выполняется копирование файлов и создание служб. Завершаем установку. Для того, чтобы приложения Internet Security приступили к правильной работе, необходимо перезагрузить компьютер. Перезагружаем. После выполнения перезагрузки открываем продукт. Нас предупреждают о том, что у нас устаревшие базы. Исправляем. Автоматическое обновление антивирусных баз. Обновить сейчас. Выполняем еще одну перезагрузку, потому что программа никак не желает выполнить обновление. Идет ошибка. После выполнения перезагрузки подключилась возможность обновления баз. Выполняется обновление полных баз. В данном продукте я сразу выставляю использование полной базы антивирусной. Выполнены последние обновления антивирусных баз и самой программы. Версия программы остается 1.1.34.34.0. Версия базы вирусов расширенной 2.0.0.13.41. Количество записей 8.242.572. Выключаем автоматическое выполнение обновления антивирусных баз. Автоматическое обновление приложения оставляем. В таком варианте выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного программного продукта. Следующая операционная система и инсталируемый продукт Icarus Antivirus. Запускаем инсталлятор. Русский язык. Распаковка. Принимаем лицензионное соглашение. Выполняется проверка. Пройдено. Место установки соглашаемся. Выбираем папку. Соглашаемся с установкой. Успешно установлены компоненты. Настройка сети. Использовать настройки сети по умолчанию. Что мы и оставляем. Выполняется обновление. Работа установщика закончена. Продукт запущен. Остается выполнить лицензирование. Добавляем бесплатный ключ лицензии на 30 суток. Защита программы включена. Отключаем автоматическое обновление. Выполняем контрольное обновление. Программа и компоненты антивируса обновлены. Версия вирусных баз 83802. Версия программы остается 2.14. В таком варианте выполняется архивирование операционной системы и установленного защитного продукта. Следующий продукт на инсталляцию. Adewa Antivirus Free. Запускаем инсталлятор. На английском языке программа. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Выбираем папочку инсталляции и начинаем процесс установки. Инсталляция заканчивается. Необходимо выполнить перезагрузку компьютера, что мы и делаем. После выполнения перезагрузки программа проходит бесплатную активацию и автоматически выполняется обновление программы. Выполняем еще один процесс обновления. Все обновления выполнены. Версия обновляемых модулей 16.362. Автоматическое обновление отключается. И версия программы 10.5.1.43.69. Программа предупреждает нас о том, что мы подвержены риску, так как отключены автоматические обновления. В таком виде выполняем архивацию операционной системы и установленного обновленного защитного продукта. Следующая программа на установку – Wireless Fighter. Запускаем. Выбираем русскую локацию. Принимаем лицензионное соглашение. Указываем адрес электронной почты. Выбираем путь установки. И начинается процесс установки продукта. Установка завершается. Нажимаем «Готово». Загружается и устанавливается дополнительный антивирусный компонент «Спайва Файта». Приветствует установщик. Соглашаемся. Принимаем лицензионное соглашение. Подтверждаем электронный адрес. И устанавливаем продукт. Продукт установлен. Выполняется подключение обновлений «Вайрус Файта». Проверка наличия обновления продукта. Версия самая последняя. Проверка наличия обновлений «Спайва Файта». Версия продукта самая последняя. Выполняется перезагрузка операционной системы. Так как все компоненты продукта обновлены, выполняется архивация операционной системы и установленного защитного программного обеспечения. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт «Кинсофт Антивирус Фри». Запускаем инсталлятор. Читаем лицензию. Соглашаемся. Начинается процесс установки. Выполняется обновление. Загружаются файлы обновлений. 158 файлов. Процесс обновления закончен. Файлы получены. И вирусные обновления подключены. Версия программы на настоящий момент 12, SP5-6, 12, 12, 15. Смотрим информацию общую. Вирусные базы на сегодняшний момент. Еще раз проверяем наличие обновлений. Больше обновлений нет. Автоматические обновления в настройках отключаются. В таком обновленном варианте продукт и операционная система архивируются. Следующая операционная система и установленный продукт «Nano Antivirus». Запускаем инсталлятор «Русский язык». Приветствует мастер установки. Полную установку выбираем. Отключаем установку элементов Яндекса. Домашние страницы. Оставляем только антивирус. Яндекс.Браузер отключаем. Включаем все способы защиты. Путь программы требуется на диске 680 практически мегабайт. Достаточно объемная программа. Далее необходимо заполнить регистрационную форму для того, чтобы получить ключ лицензию на использование данного бета-продукта. Принимаем лицензионное соглашение. Обновление антивирусного комплекса происходит. Первичная инициализация «Nano Antivirus» завершена. Можем приступить к работе. Закрываем данное сообщение. Продукт запускается и начинает выполнять экспресс проверку. Я останавливаю данный процесс, дабы тестовые программы не пострадали. Инициирую проверку обновлений продукта. Nano Antivirus был уже обновлен до последней версии и новых обновлений не требуется. В настройках программы отключается возможность выполнения обновлений с сервера. Выставлена возможность проведения обновлений из указанного пути, где естественно никаких файлов обновлений не будет. В связи с этим обновление продукт выполнить самостоятельно будет не способен и останется с теми обновлениями, которые мы выполнили сейчас. Версия продукта 0.22.8.51.404. Данная операционная система с установленным продуктом архивируется. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт Antivirus Beiju Beta-версия. Выбираем путь установки. Программа локализована в английском варианте. Пока других языковых поддержек нет, кроме китайского языка, так как она собственно говоря китайского производства. Установка программы закончена. Это облачный антивирус, который в работе использует облако, поэтому устанавливается и работает достаточно быстро. В настоящий момент выполняется процесс обновления. В программе принудительно отключается режим автоматического обновления BAS. Обновления программного модуля выполнены. Версия продукта 3.2.1.25.229. Выполнены все необходимые обновления. Автоматика отключается. Данная операционная система и установленный защитный продукт архивируется. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт iobit Advanced System Care Ultimate с антивирусом. Запускаем инсталлятор. Завершается процесс установки. Антивирусная защита. Упрощенный режим и режим эксперта. Засчеты серфинга. Монитор производительности. Выбираем вариант отображения программы, какой больше нравится. И программа запускается, предупреждая нас, какие функции в программе в настоящее время и как работают. База данных устарела. Нажимаем исправить. Начинается процесс загрузки базы данных, которая занимает около 143 мегабайт. Обновление завершено. Статус программы «Полная защита». Информация о программе версия 6.08.289. Работа программы переводится в режим «Предупреждать», когда обновления доступны. Автообновление отключается. В таком обновленном варианте выполняется архивирование операционной системы и установленного программного защитного продукта. Следующая операционная система и устанавливаемый продукт «Microsoft Security Essentials». Запускаем инсталлятор. Контроль отчетных записей в данной версии. Программа подключается и работает в стандартном режиме, так как это является частью компонентов защиты Microsoft. Соглашаемся, соглашаемся, принимаем, присоединяемся, соглашаемся на использование BrandMower Microsoft, устанавливаем. Проверять на наличие вредоносных программ уже проверенный компьютер я не буду. Выполняется загрузка обновлений. Программа обновлена и имеет последнюю версию обновлений. Информация о версии программы. Версии программы 4.2.2.2.3.0 перечисляются на именовании модулей. Определение вирусов и шпионских программ 1.147.718.0. Для того, чтобы программа не смогла самостоятельно обновиться, центр обновления Windows отключается. В данном варианте операционная система и установленный обновленный защитный продукт архивируются. Следующая операционная система это восстановленная система с установленной программой Avest Antivirus Free. В данную операционную систему мы добавляем для связки комплексный Firewall. Коммода. Запускаем инсталлятор. Соглашаемся. DNS сервера отключаем. Yahoo отключаем. Смотрим настройки. Отключаем использование JigBody. Оставляем использование Dragon Web Browser. Возможно он нам пригодится. Все остальное остается по умолчанию. Начинаем установку. После выполнения установки Firewall защиты, компьютер был перезагружен. В настоящий момент Firewall работает в нормальном штатном режиме. Система находится в безопасности. Версия продукта коммода 6.0.264.710.2708. Что касается антивируса, мы с вами его уже устанавливали и обновление баз данных, а также работа данного продукта остается в том же варианте, в котором мы его видели при установке на изначальную машину. В таком варианте производится архивирование операционной системы и установленных защитных систем.